Девушки отдыхают В Англии прошел конкурс для сильных мужчин. Это абсурд. Это просто возмутительно. Если господин Эрдоган и далее будет упорствовать в сравнении ФРГ с нацистской Германией, нужно ясно дать ему понять, что ему в нашей стране не рады. Остудить горячие головы соотечественников пытается министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Да, сейчас только об этом все и говорят, но мы не можем позволить себе рубить с плеча. Так или иначе, нам нужны разрядка и спокойствие. Иначе есть риск того, что Анкара развернется на восток и сблизится с Москвой. Ангела Меркель тоже высказала сдержанно. Слова Эрдогана она назвала неуместными. На самом деле, подобные высказывания довольно сложно комментировать. Подобные заявления нельзя оправдать даже подготовкой к референдуму о переходе к президентской республике в Турции. Особенно печально, что таким образом, по сути, нивелируется страдание жертв национал-социализма. При этом официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт не прочь наказать Эрдогана за грубость рублем, или точнее евро. Он предлагает проверить, насколько эффективно Турция использует средства, выделенные из фондов Евросоюза. Посол Северной Кореи Кан Чхоль покинул Малайзию. Власти страны объявили его персоной нон-грата из-за высказываний о ходе расследования смерти Ким Чен-Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен-Ина. В аэропорту Куала-Лумпура Кан Чхоль обратился к журналистам. Я хотел бы выразить серьезную озабоченность и сожаление в связи с суровыми мерами, которые предприняли власти Малайзии. Они нанесут непоправимый вред дружественным отношениям двух стран, длившимся более 40 лет. Поводом для высылки северокорейского дипломата стал ряд его критических замечаний. Кан Чхоль, в частности, заявил, что власти Малайзии находятся в сговоре с некими внешними силами, и результатам расследования убийства Ким Чен-Нама доверять нельзя. Эти слова вызвали негодование у премьер-министра страны Наджиба Розака. Если они выдвигают необоснованные обвинения, они должны извиниться и публично отозвать свои заявления. Если они отказываются это сделать, то мы объявляем их персонами Нонграда. Ким Чен-Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, гражданки Вьетнама и Индонезии набросили ему на лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим агентом ВИЭКС. Согласно принятой ВОН-классификации, это вещество относится к оружию массового уничтожения. За нападением, как считают следователи, стоят северокорейские агенты. Недавно Кан Чхоль заявил, что сводный брат главы КНДР, скорее всего, умер из-за проблем с сердцем. В понедельник министр здравоохранения Малайзии отверг эти предположения. Наши судмедэксперты были проинформированы об этой версии. Мы уже исключили сердечный приступ как возможную причину смерти. Пхеньян и Куала-Лумпур поддерживали дружественные отношения с 70-х годов прошлого века. До недавнего времени Малайзия была одной из немногих стран, в которую граждане КНДР могли въехать без визы. С понедельника они лишились этой привилегии. Сразу после отъезда Кан Чхоля власти Северной Кореи объявили персоной Нонграда посла Малайзии. У него есть 48 часов, чтобы покинуть страну. В Турции по делу об убийстве посла России Андрея Карлова задержали россиянку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их данным, задержанную зовут Екатерина Бе. Ей 33 года. Следователи полагают, что женщина поддерживала связь с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтенташем. Она звонила ему и переписывалась с ним по WhatsApp. Екатерина Бе занималась сутенерством, организуя в отелях встречи местных крупных бизнесменов с женщинами. Российские власти пока никак не прокомментировали информацию о задержании. Напомним, посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря прошлого года на открытии фотовыставки. Его убийца попал на мероприятие под видом телохранителя. Во время выступления Карлова он выстрелил в упор из пистолета в спину послу, и тот скончался на месте. Убийцу ликвидировала охрана. Официальные Анкара и Москва заявили, что убийство совершили последователи религиозного проповедника, оппозиционера Фитулаха Гюлена. Французский автоконцерн PSA Peugeot Citroёn купил немецкий Opel и британский Vauxhall у американской компании General Motors. Общая сумма сделки – 2,2 млрд евро. Таким образом, PSA становится вторым крупнейшим в Европе автоконцерном после немецкого Volkswagen. Теперь он будет производить 5 миллионов авто в год. По договору Peugeot Citroёn приобретает 6 заводов по сборке, 5 по производству деталей и инженерный центр в Германии. Концерны рассчитывают завершить операцию к концу этого года. Благодаря слиянию французской и немецкой компаний мы хотим создать чемпиона европейского автопрома. Мы раскроем весь потенциал брендов Opel и Vauxhall. Нам действительно интересны эти две знаковые компании и их немецкое и британское наследие. Мы верим, что талант сотрудников и руководителей Opel и Vauxhall позволит ускорить процесс преобразований. О планах ПСА приобрести Opel стало известно в середине февраля. Новости обеспокоили немецких чиновников. Те боялись возможных сокращений персонала на заводах Opel и ФРГ. Глава Peugeot Citroёn Карлос Таварес не раз заверял, что французский концерн намерен выполнить все обязательства, данные General Motors сотрудникам компаний Opel и Vauxhall накануне подписания сделки. Однако не все сотрудники Opel разделяют этот оптимизм. Речь не идет о равноправном партнерстве. Это поглощение. Opel купили, и каждый из нас прекрасно понимает, что значит покупка компании конкурентам в долгосрочной перспективе. Слияние никогда не увеличивало количество рабочих мест. Со временем мы увидим, как от сотрудников начнут избавляться, переподготовки всякие и тому подобное. Поглощение несет новые возможности и новые риски. В случае с ПСА мне кажется, что возможностей больше, чем рисков. Я работал уверенно с коллегами из General Motors, а сейчас буду работать с ПСА. Я вижу стакан наполовину полным. На предприятиях Opel в Европе заняты около 35 тысяч человек. Почти половина из них работают на заводах в Германии. До покупки Opel концерном Peugeot Citroën компания с 1999 года приносила хозяину американской General Motors одни убытки. Так, в прошлом году немецкий автопроизводитель ушел в минус на 240 миллионов евро. Новый собственник надеется вывести свои новые подразделения на безубыточный уровень к 2020 году. В преддверии 8 марта во многих городах мира прошли массовые акции в поддержку прав женщин. На улицы вышли десятки тысяч человек. Демонстранты в Лондоне решили привлечь внимание к проблемам женщин-беженцев. Эни Ленокс, певица и активистка, выступила с речью, заявив, что растущее число мигрантов по всему миру – задача, которую невозможно решить в одиночку. Сколько матерей живут в лагерях для беженцев или находятся на полном опасности пути в поисках убежища? Сегодня их гораздо больше, чем когда-либо. Больше, чем после Второй мировой войны. Для марша в Польше другие причины. Здесь участницы акции выступают против планов правящей партии «Право и справедливость» ужесточить законы об абортах. Говорит одна из организаторов марша в Варшаве Каролина Вейкевиц. Мы протестуем против запрета на аборты и контрацепцию, но мы здесь не только поэтому. Нас, к тому же, не поддерживают, когда мы хотим иметь детей. Процедуру оплодотворения в пробирке больше не делают, а процесс усыновления очень сложный. В стране на данный момент действует одно из самых жестких законодательств об абортах в Евросоюзе. Католическая церковь выступает за то, чтобы полностью их запретить. В конце прошлого года члены партии «Право и справедливость» направили в парламент соответствующий законопроект. После этого в польских городах прошли многотысячные акции протеста. Депутаты большинством голосов отклонили предложение. Но лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, сам бездетный холостяк, пообещал подготовить новый законопроект. Дистанция в 380 метров с супругой на шее. В небольшом английском городке Доркинг вот уже десятый год подряд проходит чемпионат по переноске жен. Каждая пара должна была на скорость преодолеть дистанцию с препятствиями. Ограничение одно. Женщина не может быть легче 50 килограммов. Каждую участницу взвешивали перед началом забега. Пары не обязательно должны состоять в официальном браке. В качестве награды огромная бочка Эля. В этом году первыми пришли Джек Маккендрик и Кирсти Джонс из Уэльса. Не знаю, как мы выиграли. Кирсти уперлась в меня шлемом и, видимо, таким образом пришпорила. Идея соревнований восходит к скандинавской истории. В былые времена жителям приходилось быстро убегать из деревень от разбойников и пиратов вместе со своими женщинами. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова